Нам необходимо, прежде всего, понять, для чего мы учимся, для чего мы читаем ЗОР, слышим ЗОР. Если это чудо, то чудесное средство, то какое чудо мы ищем? Чудесное средство означает то, что выше моего разума. Это помогает мне, каким-то образом помогает, не знаю. Он помогает мне в каком-то месте, где я сам не могу себе помочь. Поэтому после того, как человек отчаивается в своих силах, он видит, что ничего не может ему помочь в главном жизни. И тогда он приходит к просьбе, к крику, к молитве. И тогда ЗОР может ему помочь. Необходимо снова и снова проверять, что является главным, чего мы хотим достичь с помощью ЗОРа. И ЗОР предназначен только для достижения этого и ничего другого. Поэтому, если сейчас в течение получаса мы будем в выяснении, что я хочу, чтобы книга изменила во мне, это действительно будет изучение в науке Каббала.